Государственные механизмы, правовые, политические, идеологические, работают на то, чтобы использовать социально организованные различия между полами в свою пользу. И продвигают определенные идеологии о том, какие роли у мужчин, какие роли у женщин должны быть. Оно действует, можно сказать, нормативно и давит морально. Оно законы прописывает и может в этом смысле по-разному конструировать мужественность и женственность. Гендерные паттерны, то, как мы будем жить как мужчины и женщины, конечно, интересует каждого, но люди не всегда их знают. И они, конечно, связаны с конкретным контекстом, в котором вы находитесь. Люди не всегда чувствительны к гендерной несправедливости или к гендерному неравенству, потому что они усваивают определенные представления о мужских и женских ролях. И они усваивают представления старые, архаичные, которые морализируются. Вот приведем пример. Есть представление, что женщина по природе своей гораздо лучше может ухаживать за слабыми больными, нежели мужчины. От природы она способна к заботе. Она эмпатична. Мягкая, теплая, женственная. Вот в этом и суть женственности. Если так конструируется модель правильной женственности, то она противопоставляется представлению о правильной мужественности. Мужчина рассматривается как неспособный, не способный к этому в чувствованию, не способный к этому эмпатии и заботе, только вынужденно занимающийся. И вот такие жесткие представления о мужественности и женственности и о мужских и женских ролях на самом деле ограничивают возможность выбора и степень человеческой свободы. И действуют как... Вот эти верования в правильную мужественность и правильную женственность, они действуют как на самом деле барьеры для гендерного равенства. В нашем гендерном порядке очевидна длинная история общественного участия женщин в сфере оплачивания труда. У нас профессиональные женщины. И в этом смысле мы, в принципе, по индексу гендерного равенства довольно высоко. По тому, как женщины работают, в России очень близко к Европе. В России довольно длительная традиция, и вот укоренённые... То есть что такое традиция? Укоренённые практики, воспроизводящиеся много поколений, совмещение оплачиваемого труда с семейными заботами. Женщина у нас в этом смысле стратегически очень активный субъект, который знает, как совмещать домашние роли и роли работающего человека. У нас нехватка социальной поддержки есть вот этого баланса ролей и поддержки со стороны государства. Хотя вот последние годы государство делает усилия по тому, чтобы поддержать совмещение ролей женщин. Но у нас явный гендерный дисбаланс в том, что мужчина недостаточно эмансипирован и недостаточно включён в домашние заботы. И это сильно отличает нас от стран Западной Европы, где гендерное равенство в домашней сфере гораздо в большей степени нашло своё практическое выражение. Мужчины берут отпуск по уходу за ребёнком, никто не рассматривает это как особенные какие-то подвиги или странности. Общество чувствительно к тому, что у нас проблемы, скажем так, с мужским гендером в большей степени, чем женским, если мы говорим в категории гендерного равенства. Потому что для того, чтобы обеспечить гендерное равенство, надо, чтобы мужчины могли пересекать границу ролей, которые предписаны. Второе, конечно, существенное различие, это наша гетеросексуальная матрица. Совершенно очевидно. Потому что если в Западной Европе происходит и работает политика инклюзивности по отношению к людям с однополной сексуальной ориентацией, то Россия, конечно, в этом отношении занимает совершенно другую позицию. Она считает, что такого рода открытость является неприемлемой. И в этом, собственно говоря, она чрезвычайно консервативна. И этот консерватизм является открыто декларируемой позицией российского законодательства и российской идеологии, естественно, массовой информации. Проблемы гендерные, они еще чувствительны к разным возрастным группам, или, скажем так, к разным этапам жизненного пути человека. Общество и государство чрезвычайно активно обсуждают гендерные дисбалансы репродуктивного возраста. И там говорится все время о том, ну не нужно ли больше ясель, или не построить ли перинатальный центр, или же распространить декретный на мужчин. Конечно, там есть сопротивление этим трендам, но во всяком случае это проблематизировано. Но если мы поговорим о людях, которые находятся на другом этапе жизненного пути, ну, например, предпенсионном или пенсионном возрасте, мы увидим, что они сталкиваются с совсем другой, но гендерно маркированной проблемой. Мы можем называть ее проблемой или синдромом поколения сэндвич. Что это означает? Сэндвич, вы знаете, что такое? Это бутерброд. Человек, оказывающийся в положении сэндвич, находится в состоянии давления между двумя типами обязательств. По крайней мере, двумя, а то и больше. Он сдавлен между вот этими ожиданиями сверху. И вот только что дети подросли, и ты вроде достиг всего на рабочем месте, а тут у тебя начали болеть родители или бабушки и дедушки. И вот этот новый вызов, он совершенно застает человека врасплох. Потому что государство гораздо меньше помогает в уходе за пожилыми, чем в уходе за детьми. Это уже завершение жизни. Это не продуктивный класс или социальная категория. Поэтому надо обеспечить им дожитие. И как семья будет справляться с уходом и заботой о немощных старших родственных, это, в общем, ее семейное дело. И в этой семье это опять гендерный вопрос. Чье это дело? Кто будет осуществлять прямой, ручной, непосредственный уход за больным пожилым человеком, чье состояние очень хрупкое? И, конечно, это опять профессиональное существо, которое профессионально социализировано, как способное заботиться. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok